МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый капитальный лесозаводской мост отремонтируют уже в следующем году. На период работ рядом установят временную переправу. Информационная война. Наринмар посетил автор православного проекта «Под солнцем» Василий Яцкин. Первая встреча прошла с врачами окружную больницу. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги вторника. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. В Наринмаре состоялось торжественное открытие первого в Заполярье Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». Это специальный автомобиль со всем необходимым оборудованием для обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Уникальная методика была разработана в рамках майских указов президента. Федеральный проект стартовал в прошлом году и охватил уже 31 регион страны. Тему продолжит моя коллега Александра Литкова. Вот так через игру младшие школьники теперь учатся правилам поведения на дороге. Это стало возможно благодаря федеральному проекту «Лаборатория безопасности» в комплексной программе по снижению числа аварий с участием детей. В игровой форме детям теперь покажут различные ситуации, которые происходят на дороге и объяснят, как в них себя вести. «Первая станция называется «Типовые ситуации». Это по правую руку от меня используется стол-макет, где мы разбираем основные ошибки пешеходов. По правую руку от меня чуть дальше в углу располагается станция двухколесного транспорта, где педагог, работая с нашими детишками, мотивирует их на использование средств защиты. Ну и позади меня располагается станция так называемая общественного транспорта, где у нас есть полноценный макет автобуса. Хотелось бы отдельно отметить, что этот полноценный макет автобуса собирается буквально за 5 минут». Уже первый интерактивный урок дал отличные знания ученикам начальных классов первой школы. «Если ты видишь светофор, надо дождаться зеленого света и идти лишь на нем. Если это нету светофора, то нужно посмотреть сначала влево, потом вправо, и потом уже, когда, если нет машин, тогда уже идти. Еще я знаю правило, что кататься на велосипеде нужно только по велосипедным дорожкам, что автобусные остановки специально тоже отделяются отдельными знаками. И то, что если ты сидишь в машине или в автобусе едешь, нельзя ни в коем случае перебивать и мешать водителю». Автогородок представляет собой автобус, который оборудован комплектом технических и учебно-методических материалов. Велосипеды, конусы, самокаты, столы-макеты и алименты улично-дорожной сети. Презентация передвижной лаборатории пришла на площади Марацей. Для участников церемонии Дмитрий Стебаков, тренер экспертного центра движения безопасности, провел экскурсию по необычному автомобилю. «Очень много игрушек, которые мы подготовили для вас. Хотелось бы сакцентировать внимание взрослых на том, что все эти игрушки располагаются в нужных местах. Если преподавателю нужно провести занятие по одной из тематик, он просто достает из их автомобиля, и проводит спокойненько занятия. Ребята, для вас подготовили здесь радиоуправляемые машины. Здесь есть полноценный модуль, который позволяет вам сесть за руль и почувствовать себя водителем. При помощи руля и педалей вы сможете это все на себе ощутить». В знак открытия центра почетные гости мероприятия, а также организаторы проекта, торжественно передали ключи от мобильного автогородка директору детско-юношеского центра. «Дорогие ребята, через несколько месяцев лет все, кто садит за руль, все вспомнят этот автобус, этот момент, когда мы передаем вам ключ, и на Печорской земле все будет хорошо, безопасность и дорожное движение». «Это действительно социальная ответственность. 40 миллионов полисов по Российской Федерации – это, прямо говоря, не шутки. Сотни миллиардов выплат, все это не шутки. И мы не можем работать иначе, чем понимать свою социальную ответственность. Конечно, Печорский край, Ненецкий автономный округ не очень большой. По нашим данным, здесь чуть более 10 тысяч полисов заключено, договоров обязательного страхования. Но поскольку они все распределены, тот вопрос о доставке этого урока, этого оборудования в регионы, он тоже является очень важным в рамках этой программы». В лаборатории безопасности будут работать три педагога дополнительного образования из детско-юношеского центра «Лидер», на базе которого и будет находиться лаборатория. «На территории субъекта у нас три учреждения дополнительного образования, а учреждение дополнительного образования, такое как «Лидер», развивает направление по привитию навыков безопасности дорожного движения. И поэтому здесь выбор однозначно лег на них. И по реализации этих программ, безусловно, работа уже организована, системная была до этого. А сейчас мы с помощью такого прекрасного подарка осуществим уже более качественную работу в подготовке грамотных и послушных участников дорожного движения». Передвижная лаборатория – проект уникальный. В его разработке приняли участие эксперты в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики. «Сегодня мы открываем замечательный центр Заполярье. Есть центры, которые уже работают на Северном Кавказе. Если говорить про географию с Востока на Запад, то буквально через несколько дней также откроется центр на Дальнем Востоке, Благовещенске. Уже функционирует проект в Хабаровском крае. Помимо всего прочего, естественно, на западных рубежах, тоже в Смоленской области и так далее, проект уже работает. В принципе, к настоящему моменту уже открыто 31 центр, который постоянно функционирует, весьма успешно, активно принимает участие различных мероприятий, которые происходят в регионах, на днях открытых дверей. Есть плановые программы со стороны учреждений образования, когда проходят плановое обучение. Обучение юных жителей округа дорожной грамоте будет непрерывным, в том числе и в летний период, при непосредственной поддержке сотрудников ГИБДД. Мобильность лаборатории позволит выезжать и в села округа. Даже мы предлагаем, что в зимний период, когда у нас откроются временные зимние дороги, мы готовы обеспечить доставку автобуса в отдаленные населенные пункты, где на самом деле необходимо проработать по этой тематике, по профилактике детского травматизма. Организаторы и разработчики программы будут вести поддержку проекта в регионе, выезжая на места при необходимости. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». ДК «Арктика» установит оборудование в рамках программы «Доступная среда». Согласно контракту, который сейчас заключается с победителем торгов, Дворец культуры оснастят комплектом оборудования для людей с нарушенной функцией слуха, а также для людей с нарушением зрения. Также в рамках исполнения контракта будет приобретен мобильный подъемник для перемещения людей, передвигающихся на специализированных технических средствах и оборудованные места парковки для инвалидов. Стоимость оборудования и выполнения работ составит 942 тысячи рублей. Все условия контракта должны быть выполнены до 20 ноября текущего года. Кроме того, Дворец культуры «Арктика» работает по обеспечению доступности образовательных учреждений для различных категорий инвалидов. В этом году проводится в Ненинской средней школе имени Пырерки, Ненинском аграрно-экономическом техникуме, средних школах номер 1 и 2. В целом, в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда» Ненинского округа в 2018 году дооборудуют 7 окружных учреждений сферы образования, социальной защиты населения и здравоохранения. 27 сентября свой профессиональный праздник отметят воспитатели и работники дошкольных учреждений. Героиня нашего следующего репортажа уже больше 10 лет трудится в детском саду «Гнездышко», что в поселке Скатели. Более того, через пару месяцев ей предстоит отстаивать честь региона на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Тему продолжат наши коллеги. Обычно утро в детском саду «Гнездышко». Малыши 4-5 лет средней группы «Ласточки» не только слушают сказку, но и разыгрывают ее по ролям. А еще изучают правила дорожного движения, моделируя различные ситуации и выступая в роли регулировщиков, пешеходов и водителей. А это сенсорная комната – специальное помещение, где ребята получают необходимую разрядку после многочисленных игр, уроков и занятий спортом. Расслабляющая музыка, световые эффекты и беседа с психологом. Такая обстановка успокаивает еще очень хрупкую нервную систему ребенка. Построить домик из кубиков, выучить первое стихотворение или сделать открытку маме – все это по чутким присмотрам «Воспитателя группы» Людмила Сидорович. В свою профессию она влюбилась с малых лет и с тех пор уверенно шла к своей цели. Вообще, наверное, как и каждая девочка, в детстве мечтала стать воспитателем. Играла в куклы, смотрела, как работает воспитатель. И моя мечта осуществилась, и я устроилась в работу в детский сад «Гнездышко», в котором я работаю уже на протяжении 13 лет. Не секрет, что работа воспитателя – не самая легкая. Детей много, все они разные, и каждому необходимо найти индивидуальный подход. Людмиле Сидоровичу, по всей видимости, это удалось. Сейчас у нас современный мир непростой, такие же развитые детки, они тоже требуют к себе подхода, они непростые. Но я думаю, что я стараюсь, я думаю, что я нашла ключ к каждому сердечку, и детки меня любят, с удовольствием приходят в садик, когда, например, меня нет, они расстраиваются, спрашивают, интересуются, когда я приду. Я вообще считаю, что Людмила Александровна – педагог от Бога. В ней сочетается все, и доброта, строгость, и требовательность в то же время к нашим деткам. Она очень внимательна, всегда улавливает настроение детей. Когда надо – подбодрит, когда надо – пожурит, немножко пристрожит. Дети идут к ней с радостью. Мой ребенок неконтактный, но он обожает Людмилу Александровну, это о многом говорит. 17 ноября педагогу предстоит принять участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года». Людмила Сидорович успешно прошла два первых тура и теперь готова поделиться опытом и помириться силами с коллегами со всей страны. Я думаю, что в жизни каждого педагога наступает такой момент, где он должен обобщить свои знания, показать себя, да, какой-то вот профессиональной точкой, когда он должен показать, что он умеет и что он может. Впрочем, каким бы ни был итоговый результат, самое главное – это победа в ставшем уже родном детском саду. Уважение, признание родителей и, конечно, любовь своих воспитанников. Красивая. А еще какая? Добрая. Еще мы ее любим, еще садик у нее красивый. Годы идут, и я, как и мечтала, играю, работаю вместе с детьми. И с детством теперь никогда не расстанусь, ведь я педагог, воспитатель и друг. Иван Кутейников, Сергей Качегов, Телеканал Север. Бизнес-сообщество округа приглашает принять участие в разработке нового регионального проекта по поддержке предпринимательства. Профильно-региональные приоритетные проекты разрабатываются в субъектах России для достижения цели, определенных национальным проектом малое и среднее предпринимательство и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы. Главная цель проекта – увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе. Достигать ее планируется за счет снижения административных барьеров и развития системы поддержки предпринимательства. Национальный проект включает в себя шесть федеральных – улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и другие. Предприниматели округа могут внести свои предложения в проекты по каждому из направлений, а также в целом по повышению деловой активности в регионе, улучшению инвестиционного климата и условий для реализации бизнес-инициатив. Свои идеи представители бизнеса Ненецкого округа могут направлять в адрес регионального департамента финансов и экономики. Ремонт лесозаводского моста начнется не раньше следующего года. Согласно проекту, который получил положительное заключение, планируется произвести капитальный ремонт пролетных строений, плиты, проезжей части, опор подходов к мосту. На время капремонта лесозаводского моста рядом установят временное сооружение. Оно будет двухполосным с деревянным настилом. Такое решение предусмотрено проектом капитального ремонта моста. Документ в настоящее время проходит проверку достоверной стоимости. Проектную документацию на капитальный ремонт моста подготовила фирма из Санкт-Петербурга, научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт. С обществом по итогам торгов был заключен контракт на сумму 4,5 миллионов рублей. Сами ремонтные работы, по информации централизованного строя заказчика, начнутся не раньше следующего года. Лесозаводской мост был введен в эксплуатацию в октябре 83-го года. С момента окончания строительства капитальный ремонт стратегической транспортной артерии ни разу не проводился. В село Нинецкого округа доставлено свыше 2000 тонн продуктов. Населенные пункты на предстоящие межсезонья завозят муку, сахарный песок, растительное масло, макароны, изделия, крупы и консервацию. Также, по словам председателя окружного союза потребительских обществ Натальи Кордаковой, в эти дни в порту Архангельска производится загрузка судна с товарами для Омы, Нижней Пеши, Индиги и Бугрино. В целом, в потребкооперации рассчитывают, что морская навигация продлится еще как минимум месяц. Компания по доставке продуктов в Нинецкие кооператоры осуществляют в тесном взаимодействии с властями региона. Ежегодно из бюджета округа потребительским обществам выделяются субсидии на доставку товаров. Компенсируется 80% расходов именно по доставке продовольствия в населенные пункты. Субсидии предоставляются на 18-е миновании продуктов. По словам Натальи Кордаковой, в окружном бюджете этого года на компенсацию расходов по доставке в село для всех субъектов предпринимательства запланировано 20 миллионов рублей. Почти 300 жителей округа воспользовались высокотехнологичной медпомощью в 2018 году. Поскольку такое лечение осуществляется за пределами региона, из казны субъекта компенсируются затраты пациентов на проезд к месту лечения обратно. Данная социальная помощь оказывается также тем, кто направляется на получение специализированной медпомощи и для прохождения обследования за пределами региона. Традиционно наиболее востребованными направлениями лечения являются сердечно-сосудистая хирургия, травматология, онкология, гинекология. В частности, помощь в профильных медцентрах по направлению сердечно-сосудистой хирургии получили 85 человек, травматологии и ортопедии 89, онкологии 37, ревматологии 30 человек, акушерства и гинекологии 9. Жителям Ненецкого округа в текущем году было компенсировано в общей сложности более 10 миллионов рублей на лечение, а также более 53 миллионов на дорогу. Кинолектории и души спасительной беседы. В Наринмар прибыл автор православного проекта «Под солнцем». Василий Яцкин считает своей миссией рассказывать людям об опасности информационной войны и способах противостоять ей. Первая встреча прошла с врачами окружной больницы. Проект «Под солнцем» — это совместная работа Министерства культуры и Православной церкви. За 15 лет его автор Василий Яцкин объехал больше половины России, побывал в Украине и Белоруссии. Целевая аудитория — от силовиков и до воспитателей дошкольных учреждений. Тема одна — как противостоять информационной войне, пропаганде насилия и наркотиков. Способы подачи разные. С этой темой, к сожалению, сегодня надо знакомить всех, ибо люди не знакомы. Не понимают, что когда-то наши предки победили фашистов, которые видели, откуда идут танки, ракеты, прет оружие. А сейчас враг развеян во всем информационном поле. То есть дети вдруг через мультики, компьютерные игры, фильмы, социальные сети, даже порой суицидальные, сходят с ума, взрезают себе вены, настроены на антисемейные ценности, разводы. Огромное количество у нас, к сожалению, виртуально зависимых детей. Сегодня Василий Яцкин через фильм своей матери «Врач последней надежды», известной актрисой Галины Яцкиной, размышляет вместе с окружными медиками о человеческих страданиях и милосердии. Кроме того, они подарили нам этот фильм, который мы надеемся, что мы разместим на наших информационных ресурсах, чтобы его посмотрели на отдаленных амбулаториях и ФАПах, куда нет возможности доехать и поговорить на тему милосердия, православия, души. В Ненинский округ Василий приехал по приглашению настоятеля Богоявленского кафедрального собора Владыки Иакова. Это второй визит в Нарьинмар. Тогда удалось провести встречи среди сотрудников силовых структур в прокуратуре на пограничных заставах. Пять целевых аудиторий, на которые обращают внимание, это, конечно, военные, священники, судьи, учителя и врачи. Это те профессии, в принципе, которые были у слова нашего Бога. Только кроме воина. Господь Иисус Христос наш был и учителем, и священником, и судьей, и врачом. Мы знаем много случаев, когда он исцелял. Поэтому мы, в принципе, работаем в этом направлении. В этот раз запланированы лектории с врачами, учителями и студентами. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом все. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире.